Референдум! Хватит кормить Запад. Вот этими руками, горбом. Идете вы в Евросоюз, собирайте свои чемоданы, собирайте свою западную Украину и идите туда, в Евросоюз. Мы не хотим туда идти. Нас не устраивает Евросоюз, нас не устраивает НАТО. Мы туда никогда не стремились и никогда туда не пойдем. Мы за Россию, за референдум. Ни света, ни газа, ни воды. Работы у нас нет, свет нам не делают. В общем, у нас нет ничего. Обещали много чего, света нету, воды нету, газа нету. Работа где у нас? У нас работы нет сейчас. 10 лет назад в этот день при поддержке России на Донбассе были созданы так называемые Народные Республики ЛДНР. И для тех, кто по-настоящему любит Донбасс, любит Донецк, Луганск, Мариуполь, это трагическая и скорбная дата. Потому что 10 лет назад региону фактически подписали приговор и превратили его без какой-либо внятной причины в аналог сектора газа. Весной 2014 года сторонники России выходили на митинги и утверждали, что отделение от Украины принесет жителям Донбасса невероятный достаток и процветание. Достаточно просто перестать кормить западные регионы Украины и уровень жизни взлетит просто до небес. Ребята, я шахтер обычный, вам могу сказать одно. Хватит кормить запад. Вот этими руками, горбом. Мы живем в шахте сутка. Сутка живем. Кормим их. Сколько можно? Донбасс, он сильный. У него заботы, шахта. Он сам себя не может прокормить. На западе они итальянцев обслуживают. Они готовят медиков для того, чтобы ухаживать за иностранцами. А мы работаем, наши сыновья. Работаем в шахтах, на химических заводах. Вот просто один из примеров того, что обещали тогда провокаторы, которые звали людей приходить на так называемый референдум. Например, депутат от партии регионов, предатель Украины Олег Царев гарантировал, что после отделения от Украины уровень жизни дончан и луганчан вырастет в два раза. Не так давно я встречался с Дмитрием Рогозиным, как вице-премьером. Он отвечает за развитие в российском правительстве, отвечает за промышленность. Мы оговаривали, каким образом создать нормальные условия для наших предприятий. Мы договорились о том, что мы создадим перечень продукции, которые мы бы хотели, чтобы Российская Федерация покупала. И мы посчитали бюджеты, пускай сначала только в прикидочном, пускай в черновике бюджеты Луганской и Донецкой республики. Вот Луганская республика в Украине была на грани рентабельности и в принципе была от этого в целом. Вот если мы полностью запустим нефтеперегонный завод, если мы полностью запустим вагонно-ремонтный завод, то мы можем в два раза повысить уровень жизни луганчан по сравнению с тем, что было в Украине. Примерно такая же схема и по Донецку. Мы уверены, что мы сможем, в отличие от того, что на Украине будет снижаться уровень жизни в разы, мы сможем в разы его поднять. Как мы теперь уже знаем, все это оказалось ложью и фикцией. Никакого возрождения предприятий и повышения уровня жизни людей на самом деле не произошло. Вместо этого на Донбассе наступила разруха, которая тянется уже 10 лет. Любители русского мира обещали, что Россия придет и наведет на Донбассе порядок. Люди заживут гораздо лучше, чем при Украине. И вот Россия пришла. Для Донбасса это обернулось страшной бесконечной войной, миллионами беженцев, уничтожением целых городов, развалом экономики, бесправием людей. Чтобы понять, как на самом деле живет сегодня освобожденный от Украины Донбасс, достаточно просто посмотреть репортажи российского телевидения, то есть самих российских пропагандистов. Вот, например, сюжет российского Первого канала из одного из поселков Луганской области, который российская армия захватила еще в 2022 году, то есть уже два года назад. Вот как сейчас там живут люди. Когда будет у нас свет, девушки, скажите, пожалуйста, два года без света, как тяжело жить, а? Я представляю, как вам тяжело жить. На генераторах, с буржуйками? Нет у нас, не вообще генераторы. Сколько у вас тут так людей-то осталось? 80 человек. 80 человек. Вы откуда? Вообще из Москвы. Да доведите, пожалуйста, это вот до его сведения, до Путина, что у нас нету света. Холодина, автобусы не ездят вообще. Автобусы вообще, хоть бы один автобус пустили на неделю. В Тошковку не ездят, не ли на автобусе? Нет, нет. Вот прежде чем надо выехать, вот человеку надо нанять 2000. Вот пенсионерка, где она, 10 тысяч получает, а 2000 надо отдать за такси. Они нас за людей не ищут. Закройте двери, закройте двери, выйдите, закройте. Да вы хоть ответьте на вопрос, на один вопрос, уделите две минуты. Нет, ну то будем теперь век с дедом доживать. Как-то немного не совпадает с тем, что обещал Царев в 2014 году, да? Мы можем в два раза повысить уровень жизни луганчан по сравнению с тем, что было в Украине. Собственно, ничего толком нет, ни магазинов, ни аптек, ни связи, ни воды, ни электричества, ничего. Самые фанатичные сторонники России теперь тешат себя мыслью, что Путин все это отстроит и восстановит. Но нет, не восстановит. К примеру, власти России уже официально заявили, что не будут содержать убыточные шахты, которые раньше содержала Украина. А это значит, что большинство шахт Донбасса будет закрыто и угольная отрасль будет фактически уничтожена. А вместе с ней и целые города и поселки. Потому что если там не будет шахт, не будет работы, то где работать, что там восстанавливать и самое главное для кого? Да, в общем-то, достаточно посмотреть, как живут люди в самой России, чтобы удостовериться в том, что никакого процветания на оккупированных территориях Украины на самом деле не будет. Вот, например, сюжет о том, как живет российский Донбасс, который находится на территории Ростовской области, где никогда не было никакой войны. Ну, вот, посмотрите, например, сюжет местного ростовского СМИ. Руины, огромные руины за вашей спиной. Что это вообще было? Это завод какой-то был или что? Металлургический завод. Здесь раньше работало 5000 с лишним человек. А потом это все быстро развалилось, закрылось, все разбомбили. Сколько людей поуезжали на вахты, семьи там пораспадались. То, что живут там, здесь работы как таково нету. Завода не стало. В Ростовской области вообще ничего нет. Вон, бегают, вы посмотрели, весь район облазили с металлоискателями, ребята, металлы ищут, чтобы сдать, чтобы что-то, как говорится, покушать что-то на еду. И если в самой России, в Ростовской области люди так живут, и никто им ничего не восстановил и не построил, то с какой стати, с чего вдруг Россия будет что-то восстанавливать на захваченных территориях Украины, которые ей юридически даже не принадлежат? Нет, конечно же, мы понимаем, что Донбасс не будет восстановлен. Донбасса в прежнем виде существовать уже не будет никогда. И полностью преодолеть последствия того ужаса и кошмара, который Россия устроила в этом регионе, будет уже невозможно, потому что миллионы людей уехали, целые города разрушили. Это нельзя восстановить в былом виде, нельзя всех этих людей вернуть, ниоткуда взять в таком количестве новое население. То есть все нужно называть вещь своими именами. На самом деле в этот день, 10 лет назад, Донбассу подписали приговор. И день 11 мая стал поистине самым черным днем в истории этого региона. Подписывайтесь на канал, друзья.